Виртуальная реальность довольно забавно вписалась в современную жизнь. С одной стороны, вряд ли кого-то сейчас удивишь тем, что специальный шлем позволяет взглянуть на мир игры собственными глазами и даже немного повзаимодействовать с ним. С другой, даже сейчас далеко не каждый игрок может сказать, какие игры там действительно стоит попробовать и зачем это всё в принципе нужно. И знаете что? Могу сказать, что эта сфера игровой индустрии не менее интересная, чем история консолей. Поэтому команда из сценариста Максима Астанина, диктора Антона Киреева и монтажёра Алексея Зайцева с гордостью представляет новую серию роликов на IGM. Ключ на старт! Мы вступаем в эпоху VR. Сколь бы футуристичной темы VR не была, в рамках хронологии всё равно придётся начать с динозавров. Началось всё, страшно подумать, аж в 1838 году. Ещё до того, как появился первый телевизор, английский физик Чарльз Уитстон решил, что 3D лучше, чем 2D, и создал стереоскоп. Зеркала в этих очаровательных деревянных очках отражали смещённое изображение для каждого глаза, благодаря чему картинка воспринималась объёмной. Конечно, стереоскоп позволял смотреть только на статичные кадры, а не гулять по виртуальности. Однако, базовый принцип разделения картинки для глаз используется и в сегодняшних VR-шлемах чуть менее чем 200 лет спустя. Ну и не могу не упомянуть, что стереоскоп был достаточно распространённой игрушкой в Советском Союзе, благодаря чему многие, включая меня, знакомы с его чуть более компактной версией не понаслышке. Дальше стереоскопа в тему погружения в другую реальность никто не заходил чуть более сотни лет. Были, конечно, первые версии тренажёров для пилотов, но пока что они не так сильно касались нашей сегодняшней темы. И вот, в 1955 году на сцену вышел американский изобретатель Мортон Хейлик, известный ни много ни мало как отец виртуальной реальности. Он выдвигал идеи развития кинематографа в сторону воздействия на разные органы чувств разом. В 1957 году эти мысли реализовались в его изобретении под названием «Сенсорама». Оно представляло из себя небольшую кабинку, вроде аркадного автомата, в которой помимо видеоряда со звуком, зрителя погружали в кино с помощью запахов, движения воздуха и вибрации сидения. Таким образом, к примеру, можно было создать эффект езды на мотоцикле. Так что да, и у 5D кинотеатров есть достаточно далёкий предок. Но, что важнее, «Сенсорама» по сути стала прототипом виртуальных симуляторов, а подобные технологии можно и сегодня встретить, например, в Диснейлендах. Ну и ещё один забавный факт. Действующий образец оригинала некоторое время назад был выставлен на сайте за полтора миллиона долларов. Сейчас сайт не открывается. Но, кто знает, может быть, у какого-то богача пылится та самая 5D-кабинка. Хейлик на этом не остановился. И первая конструкция, подозрительно напоминающая VR-шлем, тоже вышла из-под его руки. В 1960 году он представил миру свой следующий шаг к виртуальной реальности под названием «Телесфер Маск». Сперва Хейлик запатентовал схему устройства, а затем даже появился прототип. Дальше этого, правда, дело не ушло. Про него сказать особо нечего. По сути, это была та же «Сенсорама», только в «Форм-факторе» шлема. Единственное, никакого моушн-трекинга здесь ещё не было. Но, думаю, это было слишком очевидное направление развития. Как и во многих сферах, здесь толчок прогрессу задали военные нужды. Уже через год, в 1961-м, появился шлем HeadSight от компании Filco, умеющий отслеживать положение головы. Правда, это устройство скорее можно назвать продвинутым перископом. Изображение по-прежнему делилось для разных глаз, но оно было не сгенерированным на компьютере, а передавалось через камеру. Впрочем, со своим запросом HeadSight справлялся, позволяя дистанционно осмотреться в опасных условиях. Здесь мне нужно немного забежать вперёд по хронологии. Перемотаем на 2022 год, когда мы с командой IGM собрались поиграть в Warpoint, парке виртуальной реальности нового поколения. На этих футажах вы можете видеть, как мы веселимся, играем, вместо того, чтобы заниматься новым роликом. В смысле, я хотел сказать, глубоко погружаемся в тему развития VR. Впечатление от этого опыта у нас осталось прорва. Мы не просто управляли персонажами, мы сами были героями видеоигры. Нужно было активно передвигаться, уворачиваться и взаимодействовать с другими игроками в виртуальной реальности. Как Counter-Strike, пинтбол или лазер, так только в формате VR. Фишка в том, что всяких зомби и прочих ботов не было, только реальные люди против реальных людей. Больше того, играли без проводов и тяжелых рюкзаков, только очки Oculus Quest 2 и джойстики. В общем, это действительно был новый игровой опыт, от которого мы в восторге. Наш отзыв отправляется к остальной горе хороших отзывов. Арены Warpoint находятся по всей России и СНГ. Плюс, каждый месяц открываются новые локации. А ты можешь оценить VR нового поколения, зайдя на сайт warpoint.ru, в группу ВК, профиль в этом самом Грамме, ну или придя лично. Тем более, что по промокоду IGM до конца 2022 года будет скидка в определенных городах. Список можно будет найти на сайте. Больше того, ты можешь принять участие в конкурсе на лучший комментарий. Условия простые. Переходи в группу Warpoint ВК, ссылочка к которому будет в описании, и расскажи под постом с нашим роликом о своем первом игровом опыте, связанном с VR. Уже через неделю, 14 сентября, организаторы группы выберут самую классную историю, автор которой получит бесплатную игру для себя и компании друзей. Участвуй в конкурсе и отправляйся в бой на виртуальной арене Warpoint. А вот в 1968 году появилось похожее на Headside устройство, способное полноценно погружать, если уж не в виртуальную, то в дополненную реальность. Над индустрией Navis Damoclef Match. Нет, серьезное изобретение Айвана Сазерленда называлось The Sword of Damocles из-за своего грозного нависающего вида. Результат работы устройства было чем-то средним между VR и AR, дополненной реальностью, но про второе мы поговорим в одном из будущих роликов. Важно, что толчок для дальнейшего прогресса получили обе ветки развития. Опять-таки, до Oculus было еще далеко. Шлем был, мягко говоря, громоздким, да еще и прибит гвоздями к потолку, а картинка состояла из примитивных каркасных геометрических фигур. Однако, виртуальное изображение уже меняло свою перспективу в зависимости от положения головы, что было огромным достижением. Дальше больше. Наступил 1975 год, в котором американский компьютерный художник Майрон Крюгер решил вывести искусство на новый уровень. Он создал VR-платформу под названием VideoPlace. Это уже можно назвать целой мультимедийной системой, так как в ней задействовались экраны, проекторы и еще целая куча периферии. Сам VideoPlace состоял из двух комнат, которые могли быть на любом расстоянии друг от друга. В каждой комнате было по человеку, который видели проекции себя и, скажем так, собеседника на экране. Пользователи могли перемещать свое изображение на экране, двигаясь в комнате, а также взаимодействовать с изображением других участников. Изображение любого пользователя можно было изменить в размере, повернуть, изменить цвет, а также они могли взаимодействовать с объектами, которые были полностью виртуальными. Это даже звучит футуристично для своего года, а уж выглядит и вовсе как черная магия. Тем временем не стояли на месте и прогресс в моушн-контроле, тоже достаточно важном в VR. В 1977 году появилась возможность отслеживать движение пальцев с помощью устройства The Sair Glow. На ней были фотоэлементы, улавливающие свет. При движении пальцев количество света менялось, что вызывало электрические сигналы. И в отличие от своего знаменитого потомка Power Glow, эта перчатка действительно работала, пусть и была всего лишь прототипом. И тут военные такие «хоба, нам снова нужны новые технологии». Поэтому в 1979 году корпорация McDonald's попыталась интегрировать еще сырой VR в шлемы пилотов. Они пытались решить такие проблемы, как использование головы для прицеливания во время стрельбы, отображение информации с датчиков на виртуальных дисплеях и более интуитивное управление развивающимися истребителями. План был по меньшей мере многообещающим, но ощутимых результатов не было зафиксировано. Параллельно с этим совершенствовались и тренажеры для пилотов, в которые с переменным успехом пытались интегрировать VR и моушн-контроль. Это вылилось в две интересные штуки. Первая – это так называемая виртуальная рабочая станция НАСА. В 1984-м у доктора Майкла МакГриви из исследовательского центра НАСА появилась авантюрная идея. Он изучил работу Сазерленда и его дамоклов «Меч», после чего выдвинул предложение создать для НАСА похожую систему под названием «Виртуальная рабочая станция». По сути, она должна была стать, опять-таки, системой подготовки пилотов для космических полетов. И в итоге исследователи через год создали рабочую станцию среды виртуального интерфейса с английской аббревиатурой «Вью». Это была первая система, которая сочетала компьютерную графику и видеоизображение, трехмерный звук, распознавание и синтез голоса, а главное – она была в форме шлема. Если вы подумали, что во «Вью» было много фишек, то там еще и моушн-перчатки были. В общем, ребята такие «Заверните нам все, что есть на данный момент». Изображение внутри этой штуки уже худо-бедно узнаваемо для тех, кто играл с VR-шлемом. Неизвестно, как исследователи впоследствии применяли эту штуку, но достижение для своих лет впечатляет. А второй штукой стала своеобразная кульминация развития тренажеров для военных летчиков. Еще в 1970-х годах Томас Фернес экспериментировал с идеей создания компьютерной модели кабина-самолета для ВВС США. Эти эксперименты привели к появлению в 1982-м системы «Суперкокпит». В «Суперкабине» имелись компьютерные 3D-карты, улучшенные инфракрасные радиолокационные изображения, а пилот мог видеть и слышать в режиме реального времени. Система слежения и датчики шлема позволяли пилоту управлять летательным аппаратом с помощью жестов, речи и движений глаз. Но самое главное, конечно, не это, а ласковое прозвище «Дарт Вейдер», полученное за характерную форму шлема. Еще одна интересная штука, о которой мне обязательно нужно рассказать, это наш БУСТИ, на который вы можете подписаться всего за 100 рублей. В качестве бонуса за поддержку вас ждут 4 готовых эксклюзивных ролика без цензуры и ограничений Ютуба, плюс еженедельный ролик на постоянной основе. Например, на этой неделе вышел первый ролик рубрики про порно-игры. Разврат и грязные словечки гарантированы. Самые хардкорные могут попасть в чат с Блэк Джеком и нашей командой. А если мы наберем сумму на наши цели, лучше сами зацените эти наполеоновские планы, вам понравится. Ссылка в описании, а мы продолжаем. Я поздравляю всех выживших, ведь мы наконец добрались до чего-то связанного с играми. Правда, мы все еще даже не в 90-х, так что здесь много про эти игры не расскажешь. Зато успеем много чего посмотреть. Итак, позвольте представить вам первую коммерческую видеоигру, которая использовала стереоскопическая 3D. Саброк 3D. Между прочим, игра выпущена не абы кем, а самой Сегой в 1982 году на аркадных автоматах. Могли же когда-то. Эффект объемной картинки достигался с помощью специального перископа, установленного на аркадном кабинете. Сама по себе игра была шутером от первого лица, если ее можно так назвать. Игрок управлял чем-то вроде перископа подводной лодки и стрелял по разным врагам во имя набора очков. Картинка была насыщенной, спрайты вовсю масштабировались. Одно загляденье, да еще и в 3D. Уже через два года, в 1984-м, появилась первая домашняя игровая приставка с 3D-периферией. Она называлась... ВЕР... ВЕТР... ВЕКТРЕКС. Не самое лучшее название для чего-то, что должны вспоминать 38 лет спустя. Сама приставка была классической домашней системой 80-х с играми, состоящими из белых квадратиков и прозрачными экранами на телевизор вместо цветной графики. Но нас сегодня интересует не это, а устройство 3D-имеджер для приставки. Сейчас будет попытка описать, как это чудо техники работало. Игрок вставлял в очки специальный диск с цветными фильтрами, подключал их к приставке и надевал на голову. 3D-имеджер работал, вращая полупрозрачное колесо перед глазами игрока. Половина круга была черной, а другая цветной, так что только один глаз в каждый момент времени мог видеть экран. Изображение дважды рисовалось на экране с небольшим сдвигом, по одному для каждого глаза, чтобы придать изображению глубину. Работало оно с переменным успехом. Например, иногда наблюдались двойные изображения из-за естественных проблем с фокусировкой человека. Наличие всего трёх игр и коммерческий провал приставки привёл к тому, что 3D-имеджер – одна из самых редких и разыскиваемых приблуд в узких кругах коллекционеров. Игры тоже не то, чтобы верх развития индустрии. 3D Mindstorm, поставлявшийся в комплекте, был шутером про корабль, летящий сквозь поле мин. 3D Narrow Escape был про то же, но кораблик теперь летел через коридоры крепости военачальника. А в 3D Crazy Coaster игрок катался на американских горках, пытаясь сделать то же, что и в реальных парках аттракционов. Не разбиться, к хренам собачьим. Впрочем, не всё было так плохо. Нашлись энтузиасты, которые написали для этого устройства новые игры и даже смогли создать его аналог – страшные люди. И где-то тут виртуальная игровая индустрия начала разгоняться. В 1986 году появилось две новых игры с эффектом 3D. Первая вышла Battle Bird от IRM – трёхмерный шутер про сражение двух галактических империй. В аркадном кабинете игры использовалась система 3D Vision. Она могла отображать стереоскопическую трёхмерную цветную графику с использованием сложной системы, состоящей из установки с двумя мониторами, наполовину посеребрённого зеркала и средства просмотра с поляризационным фильтром для каждого глаза. К сожалению, всё, что осталось от игры – это громоздкое описание и мыльные скриншоты. Ещё одним аркадным шутером этого года стала 3D Thunder Scepter 2 от Namco. Геймплей на суть примерно в том же – летаем за суперпродвинутый корабль, имеем кучу вооружений и толпу противников. Геймплей на разнообразии будет, но позже потерпите. Здесь снова использовались очки с затворами, но Namco доработала эту технологию линзой Фринеля, помещённой между видеоэкраном и затворными очками. Суть в том, что она имеет не обычную выпуклую форму, а сложную с несколькими канавками. Это позволило добиться иллюзии больших трёхмерных изображений, приближающихся к игроку. И тут, как говорится, всё завертелось, ведь на виртуально-реальное поприще вступила всем нам хорошо известная компания Nintendo. Как я и говорил в серии роликов про историю приставок, большая N всегда любила искать новые способы играть. Поэтому в 1987 году они представили Famicom 3D System – очки с активным затвором. Они с высокой скоростью попеременно закрывали и открывали обзор для левого и правого глаз. Картинка появлялась под каждый глаз, и это позволяло получить 3D-эффект. Много ли игр запарилось поддержать эту передовую технологию? Конечно нет, всего 8 штук. А чего-то не представляющего из себя космический шутер – там и того меньше. Но посмотрим на эти игры мы уже в следующем ролике, поскольку, увы, на сегодня время истекло. Так что буду ждать вас через неделю с рассказом о том, как VR появился на домашних консолях. Здесь же могу сказать, что виртуальная реальность прошла охренительно долгий путь, чтобы просто добраться до видеоигр. И такой же путь ей ещё предстоял, чтобы стать доступной и понятной для игроков. На этой эпичной ноте приглашаю вас в комментарии. Напишите, что хотели бы увидеть в этой серии роликов и как вам подобный исторический экскурс. А дальше вы без меня всё знаете. Скорее нажимайте кнопки лайка и колокольчика, а после залетайте к нам в ТикТок, Твич, Дискорд, ВК, а главное – Телеграм. Для самых хардкорных зрителей, досматривающих всё до конца, напоминаю про наш Бусти. Вот теперь точно всё. Скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok